Да, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну это такой вот интересный момент, как Цезарь исходил из личного опыта Понятно, что вектор здесь тоже мощно работает Потому что полководец, он всегда примеряется полководец, спортсмен, никто К реальной ситуации Как говорили древние греки, здесь все равно здесь прыгаем То есть вот здесь конкретный ландшафт Есть конкретное расположение тех же войск, например И понятно, что в этой конкретной ситуации Мы действуем именно таким образом и гибко реагируем в той или иной меняющейся обстановке Можно вспомнить, как реагировал, например, Наполеон Бонапарт в Бородинском окражении Он не ожидал, что его встретят хорошо укрепленные подготовленные засады, клески и так далее Но тем не менее, на ходу перестраивая войска, он постоянно атаковал В момент, когда ему уже все маршалы говорят, что дайте нам парню И мы опрокинем русские войска по вектору глобальности Хотя, в общем-то, он видит уже, что еще немножко И можно будет опрокинуть Артур Кутузова Он говорит, что нет, я не дам вам Бардию Это 40 тысяч самых закаленных ветеранов Я не дам вам Бардию, потому что за 2 тысячи лет в Париже я не могу рисковать на последний приз То есть он на эту мечту взял глобально Потому что, почему? Он видел, какие потери Потери были колоссальные Несколько десятков тысяч битвинов И он понимал, что если он бросит гвардия, переломит исход сражения Но это будет первого победа То есть он останет, что виновина гвардии будет просто перемолота в этом ужесточенном сопротивлении И он отказался от того, чтобы вместить гвардии Он чем интересен? Что человек по нему может действовать Принято решение не действовать, исходя из лучших глобальных соображений А может и не действовать Как в том анекдоте Что вы умеете? Что вы можете? Могу копать А что вы еще можете? Могу не копать То есть и то и другое Деяние и не деяние Например, у китайцев Это две равноценные вещи Мы можем действовать Но можем эффективно не действовать Как говорят китайцы Ты можешь не действовать А если ты в правильном состоянии и сидишь на берегу реки То рано или поздно Мимо поплывет труп твоего врага Опять ответ Что это такое? Это конечно по другой функции Кстати, по какой-то По белой птице То есть, потому что По белой птице мы проявили Ага Рано или поздно Какая ситуация произойдет Вот так же Китайцы опираются Вот так На Вот такие вот Философские нормы Ну а здесь мы говорим О векторе глобальности И Данно известные Мы дающиеся, например, полководцы Которые В реальной ситуации Предпочитали не действовать Вот для меня Татистическим примером является Генерал Александр Левик Его никто не укрепляет в струкции Если он Прошел Три войны Да? Он был в Афганистане Он Был в Молдове Вот Приднестровье Он был в Чечне И Человек Который остановил Две войны То есть Приднестровскую И Чеченскую А с какой мотивацией Я слишком хорошо знаю Что такое война Чтобы воевать Какое-то Это Обратите Вот Сама аргументация Я могу воевать Не вопрос У меня есть войска У меня есть ресурсы Ну а Глобально Это совершенно нецелесообразно Исходя из затрат Исходя из потерь Исходя из множества других факторов Я не буду воевать Я предпочитаю Вмена В этом смысле Вмена 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 И так далее То есть Вмена Либо Деяние Либо Нейдие ownership очень институтный тайский фильм «Герои». Вы его не видели? Я очень рекомендую всем посмотреть. Я думаю, в сети его можно легко выкачать. Просто я очень много показываю. И, кстати, он занял какие-то премии. Но смысл такой, что это эпоха валяющих тайств. Это где-то третий век до нашей эры. На территории Таи существуют три царства, которые постоянно воевают между собой. И, значит, самая мощь царства, которые два воевают между собой так вяло, а вот их теснет третье царство. Они более хорошо организованы, более такой воинственный император. и вот против него посылаются все время убийцы. Убийцы, мастера кунг-фу и всех единоборств, которые... Это основано на каких-то исторических фактах и армахах. То есть это не чистая фантазия. Несколько раз они, разметав буквально там щит, считанное количество людей, разметав всю охрану, врывались в императорский дворец, вынуждая императора прятаться и убежать. Но каждый раз им не удавалось его убить. И тут появляется некий вместитель за императора, за древней провинции, который начинает по одному убивать этих воинов, которые, хотя бы мечтают из других хаз, как бы мечтают убить этого императора. Он сначала убивает одного, потом другого, потом третьего. И в результате император его подпускает, принимая, давая аудиенцию, выражая свое покровительство, все больше и больше привлекает его в беде. Там, за ритуал, ты можешь взять от императора сто шаболков, это одна милость, там пятьдесят шаболков, потом двадцать шаболков, потом десять шаболков. И вот когда он подходит на десять шаболков после убийства очередного мстителя, между ним и императором, император на воздушении на троне, огромное количество свечей. И император говорит, я по плану свечей вижу, что ты хочешь меня увидеть. Ты ко мне подоправшись, я достаточно быть близко, чтобы прыгнуть, значит, делать три прыжка, и ты меня хочешь убить. Он говорит, да, я хочу это сделать. Он делал три полкиношки шага, значит, приставляет меч в голову императора, и говорит, теперь ты в моей власти. Почему же ты меня не убиваешь? Я убил тебя год назад, я убил тебя полгода назад. Но когда я упал этих героев, а сами родных не убивал, а только ранил, я понял все величие твоего замысла. Три царства будут воевать все время, пока одно царство их не объединит. И я тебя не убью, потому что ты смог объединить все царства под единой властью, и в победе императора установился мир. И сам император поражен, и он опускает меч и уходит. Ну, после чего там все предупрежденные требуют его убега, казнить, из-за того, что он оскальбил императора, когда меч его расстреливают. Сотни стрел в его дворе, а потом, по вниманию, хоронят их героя. Значит, пышные такие похороны. Буквально как похороны, ты влез из стены один к одному. Значит, несут этот дроп, колонны в бой, и так далее. Значит, император ему лично воздает честь, как единственному человеку, который постиг весь его замысел. А именно, путем чережа, можно сказать как, боевой секционики, глобально объединить весь Китай, потому что целью императора была не просто завоевание, а достижение мира. Через несколько лет император завоевывает эти два царства. Ну и дальше там, на 200-300 лет во всей этой Объединенной империи установился мир. Т.е. момент глобальной воевой сенсории. Я советую посмотреть, фильм на самом деле очень яркий, динамичный и красивый, но вот через него он весь построен на многомерной воевой сенсории. Как называется этот фильм еще раз? Герой. Китайский, да? Это, по-моему, закон производства. Или Китай сейчас. Вот. Это начало 2000-х годов. Я думаю, что если вы наберете, то википедия она сразу выбросит вам эту название. То есть фильм потом, в смысле, это уменьшенный к тому, что, да, это начало кубистов. Потому что вот вся эта философия глобальной там очень хорошо показана. Да, но вектоситуации, поведение, поведение, очень интересно проявлять вектоситуации. Сражаясь с каждым из этих спителей, поведен пост, он им наносит удар, который оказывается смертельным, в основном деле они выздоравливают через десять. Удар настолько точно рассчитан, что пост от ранения, которое, ну, и все видят, что, да, он его таки убил. Он ему нанес, там, чуть ли там, не воплости сердца или еще куда-нибудь. И сейчас человек через месяц выживает, то есть он, и все они потом, ну, показано, что все они живут. То есть вот, вот это, это глобальности, который свойственен во любой сенсорике. Если же мы перейдем к двумерной, трехмерной волевой сенсорике, она у нас у кого? У хозяина Ильдорькова и хранителя Ильдорькова. Трехмерная волевая сенсорика. И здесь уже действие идет здесь и сейчас. То есть мы видим, что люди, это мотив действует строго по обстановке. То есть строго по текущему моменту. С одной стороны это, то есть у них достаточно богатый клуб, у них достаточно хорошо развитые нормы в социальных. Этими, этими нормами они, кстати, да, вот сильные функции, они еще тоже могут поправить другого человека, поведение другого человека, что ты себя неправильно видишь. но в данном случае, поскольку это волевая сенсорика, ты можешь принять характер гель в письме, как там та же наша глава указья про ассамблей и про ферруха. Кто будет буять, у них очень славято становится. Уимзоривать. Уимзоривать словесно. А кто не... А будет не буймется, кто и ручно. Кто и ручно, да? Ну, помните фильм «Табачный капитал» под комедия, да?